Открытые сессии Советов сельских поселений – отличная возможность проанализировать сделанное за минувший год и, как говорится, сверить часы, опираясь на мнение депутатского корпуса и жителей. Смотрите наш репортаж из станицы Черноярковской, где о проделанной за год работе на сессии отчитался глава поселения. Без малого 4,5 тысячи жителей проживают в населенных пунктах Черноярковского сельского поселения. Это учителя, врачи, рисоводы, нефтяники, рыбаки, строители. Люди самых разных профессий своим трудом способствуют тому, чтобы их родное поселение жило и развивалось, внося немалый вклад в социально-экономическое развитие Славянского района. Здесь есть и крупные предприятия, продукция которых пользуется спросом. В поселении 6 крупных и среднехозяйствующих субъектов, 11 крестьянско-фермерских хозяйств и 57 индивидуальных предпринимателей субъектов малого бизнеса. В докладе главы сельского поселения было сказано, что за 2020 год выполнены все плановые показатели по формированию бюджета. Мы все свои поставленные задачи, то, что намечали планы, полностью исполнили. Бюджет у нас был 23 миллиона 900 тысяч, мы исполнили 102%. Плюс привлекли дополнительные средства с краевого федерального бюджета. И то, что планировалось по программам обустройства татуаров, дорог, другие объекты, мы все выполнили. Средства бюджета были направлены на развитие социальной сферы и благоустройства. Поселения успешно участвуют в различных программах на условиях софинансирования. Особое внимание дорогам. Прорезен ремонт участка дороги Станисто-Черненской улицы Чапаева на сумму 300 тысяч рублей. Отремонтированы тротуары на общую сумму 1 миллион 30 тысяч рублей. Также на условиях софинансирования парковой программы капитальный ремонт и ремонт экономики дорог общего пользования местного значения. Прорезен ремонт участка дороги Станисто-Черненской улицы Победа в асфальтном исполнении протяженностью 520 метров на сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей. В том числе из краевого бюджета 3 миллиона 113 тысяч рублей. Улица Советская Станисто-Черненковская протяженностью 0,38 километра на сумму 740 тысяч рублей. В том числе средства краевого бюджета 700 тысяч рублей. Разведены ремонты тротуаров улицы Енгельса, Горького, Октябрьской в общую протяженность 2,5 километра на сумму 3 миллиона 949 тысяч рублей. Из краевого бюджета получено 3 миллиона 712 тысяч рублей. На повестке дня ремонт Станичного дома культуры, который призван быть местом притяжения всех творческих сил поселения. Мы знали клуб аварийный, где мы сейчас находимся. Подготовили документацию, прошли экспертизу, дорогостоящие мероприятия, разбили на 3 года. Будем приступать к ремонту капитального. Полностью обновления, кинозал и так далее. Вошли в программу, сдали документы по развитию сельских территорий, где будет благоустройство в домах культуры Хутора Прожинский и Хутора Черный Ерик. Но то, что по памятнику, у нас памятники все новые, текущие ремонты, мы все это делаем. В поселении развиваются разные отрасли экономики, в том числе и рыболовство. Это, конечно, радует. В основном, конечно, у нас это рыбная отрасль, она и по краю лучшая. Взять СПК Шапарьевский, сейчас возрождается ООО Карломарса и так далее. Я думаю, что с помощью государства все эти отрасли будем развивать и все будем приумножать бюджет нашего поселения. Крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают жителей продовольствием. Особенно востребована животноводческая продукция. Они уже давно, с 1992 года работают, они уже устоялись в каждом своем направлении. Им практически помогать нечем. Все, у них техника есть, дотации есть. Единственное, что мы вовремя от них просим, принести документы на различные дотации. То ли на мясо, то ли на молоко. И мы обеспечены своей продукцией, и молочной, и овощной продукцией. Вот и даже по натрасу торгуют, мы специальные места выдаем, арбузы и так далее. У кого какое направление. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в поселении четко работает одна команда, которая понимает, что приоритет должен отдаваться развитию экономики. Имея растущий бюджет, можно будет успешно решать все проблемы, в том числе в ремонте дорожной сети. Все отрасли, как правило, нашей жизни затрагиваются главой его команды и командой депутатов. Начиная с вопросов безопасности, он доложил, что и разметка делается на дорогах, и знаков сколько поставлено, и дороги реально ремонтируются, потому что если их не ремонтировать, ну, во-первых, мы сами видим, что это неправильно. Во-вторых, и Галине это предписание пишет, что дороги должны быть отремонтированы. Много тротуаров в этом году построено. Роман Синеговский рассказал об успешной работе по чистке межлиманных соединений, что позволило сохранить рыбные запасы. Хочу сказать еще спасибо Ивану Ивановичу Демченко, что, в принципе, это Черноярковское сельское поселение выполнило большой объем гидромиллиоративных работ по очистке межлиманных соединений в Жестеровской группе «Лиман». Поэтому мы лично с Николаем Петровичем объехали на лодке, все эти соединения посмотрели. Замора рыбы не было, то есть вот те мероприятия, они позволили все-таки нам улучшить ситуацию с нашими водными биоресурсами. Глава Славянского района доложил собравшимся об основных итогах социально-экономического развития муниципалитета за прошедший год. Во всех поселениях были выполнены планы по формированию бюджетов, собранные средства, направленные на благоустройство и развитие социальной сферы. В хуторе Троицком построен фельдшерско-акушерский пункт, в поселке Целинном офис врача общей практики. В детсадах номер 41 поселка Совхозного, номер 1 и 17 Славянска-на-Кубани построены три новых корпуса на 140 дополнительных мест. Благодаря участию поселений в краевой программе выполнен большой объем по ремонту дорог, освоено более 200 миллионов рублей. По всему району отремонтировано свыше 130 километров дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. И пусть проблемы в Черноярковском сельском поселении еще есть, но его глава правильно расставляет приоритеты, чтобы бюджет поселения был направлен на самое неотложное – дороги, освещение, благоустройство. Много чего делается для поселения. У нас очень хорошие жители, хорошая очень молодежь. У нас есть программа, по которой будет строиться спортивный комплекс, очень хорошо, того, что у нас не хватало в поселении, что нам очень бы хотелось. Также у нас еще строительство детских площадок именно для деток, то же самое строится будет возле амбулатории, как бы тоже для улучшения инфраструктуры и для улучшения жизни детей, подростков наших поселений. Несмотря на все трудности, поселения, люди поселения, депутатский корпус мобилизировались и с такими же успехами продолжали делать свою работу, те дела, которые дают жизнь нашему поселению. Все у нас получилось в 2020 году, сегодняшнее мероприятие тому подтверждение, и я думаю, что у нас будет все хорошо и в дальнейшем. Все вопросы, которые задают люди, они животрепещущие и действительно актуальны для поселения. И вот из года в год, вот те свои обещания, которые дает глава поселения и глава района, они выполняются. Решением Совета Черноярковского сельского поселения работа главы администрации была признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа события.